Мы уже рассказывали о том, что правительство Российской Федерации утвердило изменения в правилах дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров. До какой скорости можно на них разгоняться? Где разрешено ездить на средствах индивидуальной мобильности? А где нет? И что думают по этому поводу жители Твери? Об этом смотрите наш следующий репортаж. О необходимости закрепить законодательно правила езды на средствах индивидуальной мобильности говорили давно. Но с каждым годом моно- или двухколесные чудо-техники набирают популярность у горожан. Да, это экологично быстро. Но безопасны ли? Ни разгонщики на электросамокатах и гироскутерах становились участниками ДТП и с автомобилем, и с пешеходами. Причем статус этих лихих наездников вызывал много вопросов. 7 октября в правила дорожного движения были внесены изменения, регламентирующие правила езды на средствах индивидуальной мобильности. Теперь, чтобы оседлать вот такого небольшого железного коня, нужно помнить два основных правила. Первое – это то, что при движении по тротуару преимущество все равно остается за пешеходом. Ну и, конечно, чтобы пересечь зебру, необходимо спешиться. Перемещаться на самокате можно по пешеходным дорожкам, тротуарам и велодорожкам. Но если масса электротранспорта не превышает 35 килограмм. Причем со скоростью не более 25 километров в час. Также разрешено ехать по правому краю проезжей части, где максимальная скорость ограничена до 60 километров в час. Браться за руль самоката можно с 14 лет. Самокат или другое устройство, движущиеся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета. Жители Твери в опросе нашей съемочной группы признались, что не против таких транспортных средств на дорогах. Но ездить на них нужно разумно. Кроме того, человека на одном или даже двух колесах к пешеходам, по мнению горожан, относить нельзя. Больше водителей. А почему? По проезжей части ездят, значит, это уже транспортное средство. Я думаю, что регулировать этот вопрос в любом случае надо. Пробовать, как будет лучше, попробовать и так, и эдак, и решить, какие выводы. Они же тоже участвуют в движении и часто попадают во всякие неприятности. Также сбивают пешеходов. Поэтому почему нет, я считаю, должны нести какую-то определенную ответственность. Больше пенсии, потому что используют иногда очень высокие скорости, и это опасно. Новым постановлением правительства введен полный запрет движения остановки стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Отметим при этом, что новый статус средств индивидуальной мобильности, которыми являются электросамокаты, гироскутеры и ижи с ними, не распространяется на обычные самокаты и ролики. Продолжение следует...